итак ребята мы проходим мы сейчас находимся на сайте python тире тут точка ру это продолжение повторяю spb тире тут точка ру сайта то есть грубо говоря джанга плюс в данном случае джанга плюс java script грубо говоря вот смотрите сейчас я тоже работающий сайт чтобы мы могли делать разные подписки на java script и все прочее нам надо изучить java script я к этому вопросу подошел очень очень серьезно вообще сам по себе курс я вот уже наверно больше 30 уроков и будет длинный вот он начался этот курс обратите внимание переходите то есть здесь сначала в бесплатном разделе значит 16 уроков где вы посмотрите где мы настраиваем джанга а потом для нас важно не шапочное понимание а очень глубокое понимание java script зачем это для того чтобы работа с другими библиотеками такими как аякс такими как же керри и вот как в книгах написано там ставьте такой код ставьте такой код но это я не считаю серьезным поэтому еще раз говорю что подошел очень серьезно здесь вы можете посмотреть курсы то есть курсы будут идти сначала изучение java script потом мы добавляем джанга разеваем 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 но сегодня вы увидите значит курс 3 здесь уроки но курс 3 посмотрите курс значит то что в книгах уделено практически ну абзац 10 строк у меня получилось почти два часа уроков я считаю там важно это очень важно сейчас я расскажу почему весь курс мы построили на трех вещах значит вообще основным было понять разницу между выражением инструкции потому что начали мы изучать java script чего с базовых понятий надо вложить очень мощную базу и мы все опишем в среде по и чаром я сейчас кое-что пропишу кое-что пропишу я удалю все все в уроках посмотрите вот смотрите мы начали изучать в прошлом курсе массивы java script и стал вопрос действительно ведь мы изучаем основной язык python а что такое массив java script и чем отличаются мои курсы я предлагаю вам не тупо читать книги от этого толку никогда нет а подходить как исследователям вот мы сегодня взяли допустим там массив да и просто его исследовали а что такое массив java script действительно с чем его вообще можно сравнить потому что если вы а мы в школе изучаем python то тут нам вполне понятно что массив python это однородные элементы грубо говоря если взять ведро шариками то это однородные элементы положить туда куб это уже неоднородный массив не будет работать так чтобы не было ложных ассоциаций мы с вами добавили допустим число да потом добавили например строку help добавим да то есть по сути дела это уже неоднородные элементы создадим некую переменную некое выражение вар c при свое значение 2 плюс 3 то есть и в объем ее в массив далее возьмем как в python сложим еще одну переменную сложим строки ну например вар д при свое значение строка строка 33 плюс строка 33 тоже строка это не числа это строки как видите да значит и тоже в объем сюда д д теперь выведем результат наш массив array грубо говоря запустим браузер все это есть в уроке я просто хочу продемонстрировать стиль стиль в моей школе все пишут вот это точно после нескольких лет изучения вот сколько идет несколько лет школов и python изучали люди пишут поэтому где там наш сайт то есть смотрите результат отработал число мы вбивали 17 далее просто слово help далее в переменной c 2 плюс 3 а вот она высчитала 5 и 33 33 это строка разнородные элементы в итоге мы делаем вывод что массив в java script это нечто вроде списка в python то есть неограниченные возможности но тем не менее все нам знакомо если мы изучали python изучали начали изучать машинное обучение то получаем доступ к первому элементу элементу 0 то есть 17 начинается с нуля да то есть все у нас отрабатывает вот к числу 17 я не об этом я сейчас немножко о другом это я тоже рекомендовал чтобы вы себе сразу ввели заметки просто далее далее мы в уроке я показал вообще возможности java script чтобы вообще мы могли загореться и сказать да java script нам нужен сейчас это я уже не буду расписывать я просто поясню некоторые вещи не понял что то не вставилось некоторые вещи далее мы с вами рассмотрели что оказывается массивы могут содержать объекты для тех кто первый раз смотрит видео что такое объект java script мы изучали ранее в уроках что в объекты могут быть включены свойства и массивы которые включают массивы то есть ребят что это означает вообще для нас посмотреть да это означает что работа с картами игры по сути дела посмотрев на этот код становится понятно если и объекты и массивы можно так перепутать то вычислить или получить доступ или написать может все что угодно игру программу работа с картами в общем по сути дела то на что хватит фантазии я скажу да java script надо изучать то есть вы это поймете но основное все таки строилось так как мы изучаем вкладываем базу это понимание выражений и инструкций и я затратил довольно много времени в курсах и это тоже вы посмотрите все есть в уроках но я вас попрошу выполнить три домашних задания это обязательно то есть после курса у вас должно быть очень твердое понимание отличия инструкции и выражения поэтому домашние задания я и сформулировал следующим образом значит в первом варианте вы сделаете из выражения инструкцию я объяснил это видео дополнительно в курсе далее где мы исследовали массив добавить инструкции и выражения при помощи переменных посмотрите курс все вам станет понятно но домашние задания обязательно выполнить по сути дела после этого курса у вас должно произойти три вещи вещь номер один у вас должно быть твердое понимание что такое массив вот как мы сейчас продемонстрировали в java script то есть то что массив может содержать все что угодно по сути дела это как список в python далее вы должны уяснить у себя и у вас должно просто подняться настроение когда мы с вами рассматривали в уроках вообще возможности выражений что может себя включать то есть как перепутываются и объекты и массивы которые мы изучали ранее в курсе то есть вот эту вот глубину java script насколько он серьезен и само собой если соединить его с python то можно получить горючую смесь горючую смесь и третье обязательное это очень четко разобраться в принципе мы это и делали в курсе разобраться между тонким понятием выражением и инструкцией там оно конечно простое когда разберешься то есть выражение то что вычитается инструкция это то что ну не буду вас сейчас путать когда мы вносим какие-то дополнения не буду сейчас вас путать потому что надо посмотреть курс о чем я хочу сейчас сказать еще вы не удивляйтесь допустим вот этим вещам вот я когда смотрел книги да удивлено но абзац абзац и по сути дела это большая ошибка я считаю что вложение базы языка это в принципе основное и допустим там как в книгах написано да авторы молодцы великолепные потому что если бы наверное они объясняли так как я объяснял то книгах было десяти томником а их цель в принципе написать книгу которая будет постановочной а дальше человек разберется я же подхожу к курсу так как подходил к пайтон да то есть мы подходим со стороны как исследователи не просто читатели вот это делается так вот это делается так а почему а как нам это не интересно а мы подходим как я сказал как исследователи чтобы когда мы пишем наши выражения мы получали опыт видели да вот это работает и делали выводы вот оно идет запоминание самый простой способ и эффективнее не придумано то есть когда мы из кода врубаем опыт в данном случае мы четко понимали а что же такое массив вообще в пайтон ну как его в голове вот вложить а когда оказалось надо было просто проверить мы добавили число добавили строку добавили выражение где надо было вычислить 2 2 плюс 3 и добавили две строки сложения как строк то есть однозначно эти элементы неоднородны числа строки сложения строк выражения но мы сделали вывод что массив java script это для сравнения это массив как в си ну кто не знает си но в нашей школе изучаем python как список в python и у нас нам стало понятно из данного небольшого исследования что массив имеет неограниченные возможности все ребят теперь исследование прошло написал выражение мы получили опыт нам ничего не надо учить вот оно вливается в вас информация очень просто и вот так я строю курс при этом еще раз повторяю это не урок сейчас это обзор курса да что я считаю что всегда знание начальное лежит в твердом понимании базы и вот в базу конечно мы пошли с самых азов создание переменных что такое объект постепенно это уже третий курс сейчас да у нас далее мы здесь открыли себе возможности для дальнейшего изучения что можно вообще делать как можно перепутывать объекты и массивы то есть воодушевились и в конце концов разобрались вещах важных чем отличается выражение от инструкции потому что далее мы будем этими понятиями оперировать поэтому я дал три домашних задания сделайте пожалуйста кто будет изучать и помните что там учить да книг много написано но много ли людей особенно новичков прочитав книгу начали писать вы знаете никто не начал писать сколько мне в течение нескольких лет пишут ребята что вот читал там допустим в python но не начал писать правильно потому что у меня за несколько лет формировался подход изучение языка я понимаю как надо дать язык чтобы человек начал писать ну и чем отличается мой курс могу сказать от других курсов первое мы подходим как исследователи не просто там вот это делается так а мы ставим задачу мини задачу решаем ее делаем вывод то есть наш код вышибает как лошадь из под кобыт опыт а опыт это то что запоминается это ведь почему спрашивают бавсуновский у тебя получается продавать так я ж я ж не придумываю я использую то что есть в народе вот вам хохма простой пример приходит жена домой ну говорит я взяла рецепт торта взяла и начала готовить приготовила торт вся семья покушала всем вкусно значит что получила жена в данном случае опыт она сама это проделала ей не надо объяснять если бы ей там по радио объясняли что она делает так ни вкуса ничего вот так же построены мои курсы все то есть мы получаем опыт поставили мини задачу а действительно а что такое массив как его ассоциировать вообще в голове как уложить да все просто ребят придумали себе задачу добавили число добавили строку добавили выражение 2 плюс 3 добавили две строки сложили то есть 33 плюс 33 и о чудо о чудо уберем это срез по индексу мы его тоже изучали все в курсах это есть но наш массив в данном случае он где он делся надо запустить по-новому в общем он отработал то есть по сути дела сейчас сейчас я не отработал потому что я вставлял код вот видите здесь есть ошибки поэтому этот код я пока удалю вот отработал то есть разнородные элементы показал при этом две строки 33 33 они просто стали 3333 правильно потому что это строки а не числа это у нас 2 3 плюс 5 число то есть исследование ребята в основе моих курсов лежит исследование и получается что мы получаем опыт я может много сейчас рассказываю но вы знаете это правда в течение нескольких лет по моим курсам люди которые изучали они начинают писать и когда я начал писать социальную сеть то есть сайт который я потихоньку и доделаю сейчас да то есть вот он еще сырой но уже на нем есть курсы мы сразу изучаем потому что ну походу уже до конца доделаю и когда я уже писал там фолловеров нравится не нравится то есть где применялись технологии gc то есть где надо было получить нечто нечто то что работало бы без перезагрузки страницы напротив там нажали фоллов вот троечка изменилась он фоллов то есть это все джаваскрипт я понял что да я разобрался но я там по быструхе делал там смотрел потом думаю нет так дело не пойдет это херотень всю жизнь по справке лазить это фигня поэтому я решил создать курс джанга плюс то есть где мы работаем джанга потом я понимаю чтобы изучать работать java script надо по крайней мере начать читать код и начать читать код уверенно поэтому тут пошел я с базы где база опыт опыт потому что нам надо естественное запоминание понимаете уже преподавая как правильно сказать когда я даю уроки несколько лет у меня выработался свой определенный стиль который и заключается в том чтобы генерировать вот этот опыт чтобы человек запоминал запоминал естественно не потому что он заучил а потому что он понял когда допустим например с этой строкой мы проделали увидели результат то есть реально который мы увидели что в массиве gc вместе легко собираются число строка выражения значит сложение строк мы для себя сделали вывод у нас появилось четкое представление в голове что с массивом можно делать все что угодно поняли так ну а те кто первый раз смотрит то заходите на сайт спб-тут.ру ссылки будут ссылки на все что называлось внизу видео нажимаете получить логин и пароль к спб вы получаете пожизненный к python тут доступ на год и все недорого не волнуйтесь а вот и начинаете изучать и будете писать ну сейчас мы добавим еще java script в принципе как говорится рассказал довольно широко но мне хотелось просто вас воодушевить потому что я вообще если честно сказать когда я увидел вот в уроке рассказывал вот то что вот эти вещи то я если честно сказать офигел насколько мощный я подумал ох если эту вещь добавлять джанга ну мы будем добавлять с целью чтобы делать компоненты без перезагрузки страницы но это можно делать архи сложные вещи архи сложные но сейчас наша задача это база чтобы для нас язык стал читаемым мы легко читали легко с ним работали и этой задачи мы с вами потиху добиваемся поэтому смотрим курс как я сказал то что в книгах абзац 10 строк у меня почему-то ушло два часа потому что база это основа ребята есть база будет уверенное движение нет базы будет постоянное лазание база на база javascript нам дает понимание использование javascript чтение javascript работа саякс работа жукерри то есть далее использование javascript функциях python все начинается с понимания ну в общем курс все все делается правильно ребят поверьте я понимаю вы поймете все спасибо успехов валерий бафоновский значит сайт где уроки python-tut.ru получить доступ spb-tut.ru внизу видео есть эти ссылки в описании видео спасибо спасибо спасибо